Не совсем в ту, про которую будет рассказ, но в Снежу. Дело в том, что из объявлений, может быть, это и не ясно, но исторические изыскания докладчика, они отчасти перекликаются с изысканиями, которые сейчас связывают в основном с группой Фоменко-Насовского. И поэтому для того, чтобы нас, докладчикам, немедленно не закидали яйцами и помидорами, следует сказать несколько слов о том, почему на эту тему вообще стоит разговаривать, и где там что-то разумное, а где, может быть, что-то и не вполне правильное. Дело в том, что если мы возьмем такие науки, как физика и математика, то современная физика и современная математика с какого-то момента вкручили в качестве стандартного приема развития науки пересмотра основ. То есть, скажем, наверное, это началось с математиков, условно Слобачевского, который сообразил, что вообще говоря, мы можем построить совсем другую геометрию. Для этого нам надо внимательно посмотреть основание геометрики, на каких аксиомах мы ее строим, и что там, нельзя ли там чего-нибудь поменять. В физике что-то подобное произошло несколько позже. Ну вот, можно сказать, что в начале XX века специальная теория относительности, общая теория относительности, квантовая механика, это тоже введение в физику пересмотра основ науки как рутинные процедуры. То есть, понятно, что для того, чтобы построить специальную теорию относительности, надо было задаться кучей глупых вопросов, типа того, что такое одновременность, как мы измеряем длину тела, как мы измеряем время, и тому подобное. В итоге на некоторые, казалось бы, очевидные вопросы пришлось отдать другой ответ. Аналогично с квантовой механикой, когда оказалось, что само по себе понятие, что частицы находятся в какой-то определенной точке, что это утверждение, в общем-то, лишило смысла. И в этой связи, в общем-то, профессиональный математик или профессиональный физик-теоретик, по крайней мере, свой раздел науки, в котором они действительно профессионалы, они пересобрали своими руками. То есть я каждый год уже, читая осенью курс теории поля, и в процессе чтения лекций по этому курсу я строю для студентов специальную теорию относительности. Когда я считаю курсы по общей теории относительности, то я им тоже строю общую теорию относительности. Я могу вообще не вспоминать Эйнштейна, мне это не важно. Важны те идеи, которые они верят. И, соответственно, из первых принципов соответствующие теории строятся. В этом плане физика и математика – самые простые науки. Там можно этот путь пройти. А вот в науках более сложных, там биология, химия, и уж тем более в гуманитарных науках, вот такой роскоши, как взять издание науки и своими руками построить свой кусок с нуля, то есть разобрать и снова собрать, и убедиться, что да, все правильно. Вот такой роскоши тем же историкам недоступны. И даже вот саму постановку вопроса о том, что так можно и нужно делать, они, наверное, в массе своей до сих пор осознать не могут. Ну, понятно, что даже в физике, если взять экспериментальную физику, это сложнее. То есть понятно, что экспериментальную физику мы тоже на самом деле каждый день пересоздаем. Только делаем мы это уже не индивидуально, а коллективно. что сообщество физиков в целом основу постоянно проверяет. Ставится опыт на проверку, как и валялись, скажем, инерционной и гравитационной массы, ставятся опыты на проверку постулатов клантовой механики. Ну и, в общем-то, иногда это тоже приносит какие-то нетривиальные открытия, вроде того, что вдруг выясняется, что вопреки всем ожиданиям Вселенная расширяется не с замедлением, а с ускорением. Ну, это вот конец 1990-х годов, если я не ошибаюсь. Такое вот достижение наблюдательной астрономии, которого никто не ожидал. Тоже пересмотр основ. И, ну, дело в том, что вот этот постоянный пересмотр основ, который вот идет в первую очередь из физики с математик, он затрагивает другие науки. То есть, если вот смотреть, как, скажем, тот же Фоменко описывает историю вопроса, то он связывает свой приход в эту тематику с чем? С тем, что вот есть такой Роберт Ньютон, современный астроном, не путаться с Асеком Незумом, который изучал движение Луны. И вот он привлек древние астрономические данные для того, чтобы построить график. Значит, если я не путаю, то вот Солнце, Земля вокруг Луна крутится. Ну, вот и есть вот этот вот угол. И для этого угла берется вторая производная. И график получается вот какой-то вот примерно такой. И вот, что вот где-то в районе тысячного года нашей эры, этот график достаточно так резко меняет знак. И, соответственно, сначала Роберт Ньютон заподозрил, а нет ли тут каких-то неграниционных сил в системе Земля-Луна. В общем, и попытался чуть ли не ревизию небесной механики произвести. Но потом он присмотрелся к своим источникам и пришел к выводу, что великий античный астроном Клавдий Коптолемий вообще нехороший человек, мошенник, фальсификатор данных и все такое. И что вот в результате того, что фальсифицировал данные предшественников, вот с этим каким-то образом связана вот эта графика. Соответственно, фамилка, как он утверждает, это вычисление перепроверил. Но он, не помню, до или после, но он был знаком с трудами Николая Александровича Морозова. Был такой революционер-родоволец, который лет 20 или около того просидел в Шлиссельбургской крепости за свою террористическую деятельность. И в какой-то был у него период, когда ему там из библиотеки не выдавали ничего, кроме Библии на французском языке. И тогда он эту Библию стал читать с естественной научной точки зрения и начал пытаться каким-то образом проверять датировки тех событий, которые там описаны. И в итоге он у Морозова письменная история человечества не уходит в какие-то там, скажем, второе тысячелетие до нашей эры, а начинается где-то в районе 300-го года. Вроде того, что сначала ничего не было, письменных источников не сохранилось, а потом вдруг основали на Босфоре, на семи холмах город то ли Константинополь, то ли Рим, то ли Византи. И, в частности, Морозов передатировал ряд астрономических сабмитий, которые использовал тот же Роберт Ньюзер. и Фоменко, пересчитав согласно Морозову вот тот же самый график, нашел, что ситуация такая. Вот примерно такая. Что уходим в прошлое, погрешности растут, ну и в районе 1000-го года там мы вместо этого скачка получаем, что просто очень большие погрешности, и мы уже теряем возможность что-то содержательное из этих древних хроников извлечь. То есть мы видим, что в данном случае с одной стороны математики, механики лезут вроде бы не в свой огород в историю, но с другой стороны их к этому вынудили. Потому что вопрос о движении Луны это вопрос, в общем-то, небесной механики. И как физики, астрономы, математики проверяют источники погрешности своих данных, точно так же вот они тут пытаются проверить источники погрешности тех данных, которые предоставляют историки. И касается это не только небесной механики. Есть и другие вопросы, имеющие в том числе важное практическое значение. например, если мы возьмем зависимость магнитного поля Земля, опять-таки, можно, конечно, мерить по геологическим породам, как там они вымагничились, скажем, какая-нибудь лава, вытекшая из вулкана и так далее, но вроде бы считается, что историки умеют даты определять точнее, чем геологи. поэтому график зависимости дипольной компоненты магнитного поля Земля от времени был построен, условно говоря, побитым горшкам. и был получен график какой-то такой. Вот, настоящее время. Вот, прошлое выходит, ну, тут, так сказать, здесь тысячный год, где-то здесь нулевой год, а где-то здесь и в настоящее время дипольная составляющая магнитного поля Земли ослабляется примерно на 1% за 10 лет. Ну, известно, что время от времени магнитное поле Земли подвергается переполюсовке, когда магнитные полюса меняются места. Ну, Земля как вращается, так и вращалась, так и вращается, а вот магнитные полюса меняются места за достаточно короткое время. Понятно, что в процессе переполюсовки у нас будет какая-то эпоха более или менее длительная, я не знаю, насколько сейчас могут сказать геологи. Тогда дипольная составляющая магнитного поля будет мало. Ну, и мы, как физики, понимаем, что, в общем-то, этот период суббит нам разного рода неприятности. Потому что, вообще-то, магнитное поле Земли защищает нас от потока заряженных частиц, которые летят от Солнца. Эти частицы захватываются, отклоняются или захватываются в радиационные пояса. Ну, а если попадают на Землю, то вот они фокусируются магнитным полем в около экваториальной области, где, собственно, наблюдается полярный сейн. Когда вот по этой воронке вдоль магнитного поля некоторые из этих частиц спускаются в атмосферу. Соответственно, если у нас дипольная составляющая магнитного поля выключается, а магнитное поле Земли это все-таки в основном диполь, то тогда мы будем иметь удовольствие наблюдать полярное сияние вплоть до экватора. Солнечные вспышки будут приводить в гораздо более серьезных последствиях с наведением токов влинных электропередач, проблемам с радиосвязью, наверное будет несколько менее комфортной жизнь на Земле, потому что все-таки эти высокоэнергичные частицы для здоровья не сильно полезны. И в общем многие исследователи считают, что вот магнитное поле Земли играет существенную роль в защите от солнечных декций. если мы смотрим на этот график, я его примерно по памяти воспроизвел, то если мы ограничиваемся последние тысячи лет, которые собственно согласно Морозову в акваменте Коносовского, то мы видим, что на последние тысячи лет падение примерно линии. Если мы будем экстраполировать это дальше, то получается, что вот до переполюсовки у нас еще примерно тысяча. А если взять те данные побитым горшкам античным, которые дают нам историки до более ранних времен, то окажется, что у нас отрицательное второе призывание. То есть, что магнитное поле Земли ослабляется с ускорением. И тогда получается, что у нас до переполюсовки не тысяча лет, а меньше. Насколько меньше, не знаю, но во всяком случае к этому великому событию как смену магнитных полюсов Земли следовало бы подготовиться. И сколько сот или десятков лет у нас до этого события есть, это вопрос важный. Теория евомагнитного динамо, происхождения магнитного поля Земли до конца не разработана. И вот этот график, который я по памяти сейчас нарисовал, в нем встречался во мире науки, он же с Антифик Америка. Этот график соответственно для геофизиков это экспериментальный метод. И опять-таки они имеют право, более того обязанность обсуждать откуда что берется. Докладчик имел глупость похоже поехать к автотранспорту, потому что он прислал с СМС-ку, что пробка перед немалодачный. Ну ладно. Я тогда пока продолжу. Далее. Другой актуальный вопрос. Более того, вопрос актуальный не только с точки зрения науки, но и с точки зрения отчасти политики. Вопрос связанный с глобальными изменениями климата. Сейчас этот вопрос основательно надулит с точки зрения политики. То ли нас ждет глобальное потепление, то ли глобальное похолодание. Потому что нам обещают и то, и другое. Иногда кажется, что и то, и другое одновременно обещают одни и те же люди. Но опять-таки хочется заглянуть в историю и что там у нас сотворилось в прошлом склее. Ну, понятно. До 19 века лет 300 или около того мы имеем малый ледниковый период. До этого еще там где-то 300-500 климатический оптимум ну и при этом наблюдаются некие закономерности. Вроде того, что когда Гальстрим обогревает нам севера, Скандинавию, Англию, вплоть до Мурманска, который не замерзающий порт, то у нас в Сахаре образуется пустыня. А если Гальстрим севера не обогревает, тормозится холодным течением, которое под него не подныривает, как сейчас, идет на той же глубине, то тогда соответственно оказывается, что в Сахаре саванна и там жизнь бьет ключом. Согласно той хронологии, которая сейчас считается общепринятой, однако из этого правила были исключения, когда и в Сахаре саванна и в Европе тоже хорошо. И возникает вопрос, то ли модель надо настраивать, менять, а динамика атмосферы то мы все понимаем, модель очень сложная. То ли надо перепроверять те данные, которые нам предлагают историки. Но если мы беремся перепроверять эти данные, то тогда соответственно историки нам говорят, что это фоменковщина и вообще лжа-наука. И про модели климата мне подался такой наедут, что на одной очень представительной конференции, посвященной как раз модерированию динамики атмосферы, выступал один очень уважаемый профессор. И он начал свое выступление с того, что он сказал, что я категорически настаиваю на то, что Земля крохлая. А также на то, что она вертится вокруг Солнца и вокруг своей оси, что вследствие этого возникает широтный перенос и так далее, и так далее, и так далее. Вот там перечислил несколько ключевых свойств атмосферы, которые из этого с необходимостью следуют. к этому моменту. После чего вы на семинар? Нет, директор Павелковский своего. Он опаздывает. Он только что прислал смс-ку, что стоит в пробке на новодаче. Пока я вот... Поэтому вы присоединяйтесь. Я пока просто развлекаю аудиторию, чтобы те, кто пришел, не разбежались. объясняю, почему физики с математиками имеют право обсуждать вопросы хронолога. Ну и, соответственно, завершил рассказывание тем, что большая часть моделей представленных на конференции этим условием не удовлетворяют. Либо земля не крохлая, либо не вращается, либо что-то еще в этом духе может быть не столь очевидно для нас дилетантов, но профессионалов столь же необходимо. Так. Теперь это, собственно, предпосылки. Почему математикам и физикам в некоторых случаях все-таки следует интересоваться вопросами хронологи. теперь, собственно, какая ситуация сложилась вокруг того, что называют новой хронологией. Ситуация сложилась достаточно своеобразной. Собственно, основные результаты группы Фоменко еще где-то в конце 80-х или начале 90-х были изложены в такой не очень толстой книжке под названием «Статистический анализ нарративных текстов и приложение к хронологии». Где, собственно, излагалось следующее, что вот мы используем такие-то и такие-то алгоритмы для оценки похожести друг на друга. Ну, или там династии правителей, исторических хроник и тому подобное. И проверяя на заведомо надежно датированных исследованных хрониках, мы устанавливаем, что вот такое-то значение вот этого численного параметра соответствует заведомо независимым, хроникам, которые описывают разные времена заведомо, а такое-то значение, такое-то диапазон значений характерен для того, когда одно и то же описывают с разными авторами. И после этого говорится, что дальше мы применяем эти же компьютерные программы, этот же математический аппарат к телу парам исторических хроник, по поводу которых у нас есть сомнения, и устанавливаем, что скажу, империя Габсбурга вот в такой-то период оказывается статистически зависима с Римской империи вот в такой-то период, и с Лизантийской империи вот в такой-то период. Как это интерпретировать? Ну, это вообще говоря, отдельный вопрос. Математическая модель тут ничего не говорит. Она говорит, что с точки зрения, скажем, длительности правления вот этих монархов, эти длительности правления похожи в той же мере, как похожи между собой описанные одной и той же династии разными историками, разными летописцами. То есть можно это трактовать так, что пытаться трактовать, что Рим списали с Габзурмов, можно это трактовать, что Габзурмов списали с Рима, ну, можно разные гипотезы выдвигать, но математика тут ничего не говорит, это уже дело истолика. И можно ставить разные интересные вопросы, вроде того, что если длительность правления римских Цезарей списана на самом деле с Габзурмов, то что мы знаем на самом деле ориене. Ясно, что что-то было, стоят руины и все такое, но что мы про это на самом деле знаем. ну вот такого рода результата собственно группой Фоменко и предлагаются как основные, что вот что-то и то-то и то-то статистически зависит. Были какие-то попытки привлечь профессиональных историков к тому, чтобы как-то все-таки это проинтерпретировать. Профессиональные историки в массе своей сказали, что все это заведомо и чушь, мы в вашей математике не знаем, мы знать не хотим, и вообще вы лезете не в свое дело, ну и так далее подрастающие. начиная с какого-то момента соответственно книги, которые стали издавать группа Фоменко, Фоменко, Досовский с автором изменились каким образом? Все в предисловии пишется, что основной результат состоит в том, что то-то и то-то статистически зависит. И говорится, что далее мы предлагаем свою попытку реконструкции. И после этого большая часть книги идет эта попытка реконструкции. И в этой попытке реконструкции встречается вот и Гуликовская битва на Гулишках в Москве, в этих попытках реконструкции встречается и опять не стерение Христа то Саверинский Папа приходит в седьмом то с кем-то из русских князей и так далее и тому подобное. Именно в этих разделах книга встречаются в частности те как бы лингвистические упражнения, когда обсуждается похожесть слов, выкидываются гласные, слово читается задом наперёд или как-то иначе, переставляются буквы. За это Фоменко и Насольского очень любят ругать, но это как раз не относится к их основным меткам. Это относится к их попыткам проинтерпретировать то, что они перед этим насчитали. Ситуация ещё более осложняется тем, что с какого-то момента помимо собственной группы Фоменко чем-то похожим занимаются ещё целый ряд групп. И в этих группах не только математики с физиками, но и гуманитарии, и просто дилетанты, а иногда люди может быть и просто не вполне психически нормальны. С какого-то момента соответственно началась обеспокоенность разных сторон по поводу того, что вся эта разношерстная компания дискредитирует в том числе то здравое, что в этой деятельности есть. То есть понятно, что по крайней мере постановку некоторых вопросов из этой деятельности надо сохранить. И также если есть какие-то статистические результаты, то их тоже имеет смысл обсудить, содержательно обсудить. Но когда энтузиасты начинают уже доходить до того, что пытаются отождествить Наполеона с Цезарем и там наполеоновскую Францию с Римской империей, то тут уже в общем возникает ситуация, когда большинство людей уже всерьез эта деятельность целиком не воспринимает. Поэтому когда говорят о новой хронологии, то тут можно выделить по меньшей мере четыре разных новых хронологий. Новая хронология 1 это собственно исходная деятельность направленная на применение методов естественных наук к задачам хронологии без оглядки на историка. Когда ищутся статистические корреляции, когда пересчитываются данные о средневековых и античных затмениях не в соответствии с теми астрономической теории, которая была во времена Кепля. Потому что средневековые хронологи и историки тоже использовали астрономические методы датировки, но если они закладывали основы хронологии во времена Кепля, то они использовали модель Солнечной системы на уровне Кепля. Но с тех времен все-таки астрономию мы знаем немножко лучше. И стоит все те датировки пересчитать. Ну и вот это вот первая часть. Вторая часть новой хронологии это те реконструкции, которые пытаются заниматься Фоменко и Сносовский, чтобы все-таки понять, что же они ищут. Дальше есть еще разные группы, которые пытаются заниматься тем же самым, но при этом с группой Носовского и Фоменко рассовались. Ну это третья часть. Ну и четвертая часть это уже совсем маргинальная деятельность вот людей, которые пытаются вообще всю историю человечества выжать в 500 лет, а то и меньше, которые всерьез обсуждают так сказать наличие живых неандертальцев в историческое время в Европе и тому подобное. Ну и собственно те вот рассуждения, с которых я начал, что физика и математика регулярно себя пересматривают, а историки этим не занимаются, в общем про это вот может быть немножко другим набором примеров, но очень близко пишет и сам Фоменко, но в общем так или иначе в результате процессов, связанных уже не столько с наукой, сколько как сказать с пиаром и тому подобными явлениями мы имеем душу. Собственно вот Владислав Владимирович Поляковский он отчасти вот ко всей этой деятельности примыкает и если искать его место в тех четырех новых хронологиях, которые я перечислил, то он попадает в новую хронологию номер три. Насколько я понимаю, может быть я ошибаюсь, это те люди, которые с одной стороны отошли от группы Носовского Фоменко и может быть там в какой-то мере либо с одной либо с другой стороны успели с ними поссориться, а с другой стороны они не впадают в полную потолку. Да. Я Куртов Андреев, я сторонник, как я вам сейчас сказал, возможност пятой группы. А еще и пятая есть? Пятая группа. Вот я хотел сказать, то есть вы сознательно их исключили. Истоки идут от острова Омгерокмара. Это институт истории материальной культуры Немары, не площадь беспомянутой, как многие скажут, которые стали после работы Морозова проверять хронологию с позиции обычной технологии обработки материального мира окружающего. Вот вы сознательно этих людей выключили, которые рассматривают возможность развития цивилизации в своем стоянии в такой детский период, или вы относите их к маргиналам, решеноведникам? Я бы их скорее отнес, может быть, к третьей группе, потому что они, то есть, а отчасти, может быть, я просто про это не сказал по причине того, что этой страной я владею недостаточно, потому что все-таки я сам этой тематикой профессионально не занимаюсь, но иногда что-то читаю на эту тему. Обникало проекте цивилизации? Я, например, был. Проект цивилизации, я вот это отношу к тому, что третья группа, это люди, которые занимаются чем-то аналогичным, но либо Фоменко с ними успел поссориться, либо они с вами успели поссориться. Нет, извините, еще раз хочу повторить, это абсолютно параллельная линия исследования, идет еще в 20-х годах, и это просто технологии, которые сознательно не хотят ступать на поле боя профессиональных историкам. Тут не будем говорить, кто от кого ответвился. Я допускаю, что вот эта линия, которая у меня перечислена под номером 3, она вполне возможна, как вы говорите, она самая старая, идет от Морозова, и скорее тогда правильнее сказать, поместить ее под номером 1, потому что в какой-то степени наоборот от этой линии, которую я назвал номером 3, Фоменко в какой-то момент отвезлился. когда на Мехмате там был семинар Постникова по книгам Морозова, то тогда с этим познакомился Фоменко, но тут может быть в ожидании докладчика вы что-то скажете, что вы этим предметом владеете, я подозреваю лучше меня. Нет, я просто радикал, как инженер-кипинолог, собственно говоря, мне надо стать, выйти к трибуне, не может и смерть. Давайте лучше к трибуне, потому что тут у нас трансляция идет, видеозапись. Там вот более-менее наблюдаем издательства господина Пана Поляковского, я допускаю, что он может вообще часа через четыре прожить, у него останется. Я ему сейчас еще перезвоню, а вы на всякий случай еще раз представьтесь, чтобы кто, он день, ну, автор ряды книг, предваренные истории, вы сами эту профессию я кончал станки, то есть я обычный производственник. И попал в случайную среду, которая родня геологи, родня металлурги, в двух словах. Выслушали, наверное, был такой историк Марк, у которого, в числе прочих, было сформировано ряд исследовательских групп, которые просто проверяли процесс развития окружающего мира, ну, пытаясь воспроизвести те или иные технологии по обработке окружающими. То есть, вот отголоски выслушали, там убить, например, быка какой-нибудь каменюка, противостоять, например, дикому зверю руками и ногами иметь человеческое обличие. Вот, и впервые был поставлен под сомнение, ну, не просто какие-то члены фонологики, а возможность самостоятельного развития, самостоятельного развития человеческой цивилизации. Это первые люди, которые поставили под сомнение возможность начать с нуля. Отголоском, это знаете, может быть, я и слышал, кто-нибудь из вас, была конференция научного реакционизма, не пугайтесь, название, в 91-м году, участником которого был явный, в общем-то, тогда, смысл был очень простой, возникли ряд вопросов, гражданские, историки, религиозные, пытались утвердить, в конце концов, можно ли говорить о достоверности и подделе Божьей и его участии в человеческом сообществе и создании человеческой цивилизации, или есть какой-то другой путь. Ну, в числе и прочих, вот самый главный аргумент, например, это проблема глаза, во что уберся товарищ Даннер, то есть кинокамеры, волноводы, преобразующий центр и управляющий центр, который состыкован уже с габаритами нашим механизмом. Нет, например, ошибок, как вы понимаете, невозможно сделать. Зачем создавать кинокамеры, еще нет волновода, не про морсовость. Зачем создавать преобразующий центр, если нет четкой ориентации в простатстве по отношению к габаритам нашего механизма, их механизма. Дальше совершенно спокойно, что человек, не имея прогнатной челюсти, не имея когтей, не смог выживать. Средний человек, его убивают две лисицы. Человек без шерсти невозможен в наших условиях. Например, первый же родился ребенок без шерсти, идеальная теплозащита, умирает. То есть человек с его этим обликом не приспособлен выжить в условиях, например, в Центральной Европе. Это однозначно. Это аргумент, который я поставил вопрос. Если хотите поднимите те материалы, там возникал вопрос, является это божественным творением или человек в продукт неземной цивилизации, где просто распространяется или... Но меня-то, как обычно, производственника, я придерживаюсь очень линии рассмотреть возможность существования нам привычной истории с позиции возможностей создания этого окружающего мира. То есть почему я говорю о металлуре, о технологии, о ровке и талла, не касаясь ничего. Ну, как вы помните, самое интересное, что мы представляем с окружающим миром, это Средиземный море, слов античной культуры, в которой доминирует система Томпсона 1845, если я не ошибаюсь, в том числе каменный век, бронзовый, жилетный. Вот, а дальше вступает в свою провал очень-то обычную историю материальную культуру по преобразованию мира и созданию инструментов. Возникает закономерный вопрос. Если мы говорим, что основные бронзовые изделия сформированы в этом виде а бронза это где-то от 0,5% олота, остальное приснуть, то здесь в самородном мире как таковое такое молнию по температуре добывать он практически нет, только на критере. А олота у нас существует только ванна, в ротанах у меня олота. То есть происходит интересная особенность. Мало того, что нет мотивации получить ванну, во-вторых, возникают вопросы, какими средствами могут сделать какой-то караб. Хочу вам просто напомнить, что самый главный инструмент человеческой цивилизации это пила, которая производит доски. Вот из этой дверяшки нам надо распилить доски. Дальше для того, чтобы мы сделали какой-нибудь карабель, нам надо бинцы-полубинцы, бинцы-собачьи вот эти доски. Сделать они на бронзовых закрылых. То есть для того, чтобы нам привести полу и закрылки, нам надо объединить остальный инструмент, чтобы сделать доски, второй инструмент человеческой рубаночной железки, и торголок еще закрылки, бронзов, которые надо скреплять корпус этих судов. То есть происходит странная ситуация. мы вначале должны где-то получить бронзовый крепеж, бегут состоящий петелок, остальные инструменты, главный стратегический инструмент человеческого тела, сделать карабель, приехать к ванну, добраться до корнового, провести геологический размин, провести химический анализ горных выходов, привести корово сюда, после выкидываем весь инструмент, создаем бронзовую цивилизацию. То есть бронзовая цивилизация в отношении сведерзиана может стать приостором. А самое неприятное другое. Заднее число, например, историки пытаются гражданских шпичнуть, якобы выработан несторождение полу. Есть теория сейчас, это уже я обсуждался, почему строительная цивилизация, не шикарит бронзовая, не шикарит вообще, не тренируйся это Европа, Сирия, тут говорит Россия, может просто разно всегда, что из этого вытекает. А дальше они пытаются сказать, вывод этих исторогенов, но, это то, что город обладает неприятной особенностью, как вы понимаете, миллионы ветки примут геологические, дисциплина достаточно дилёвая, но выход очень простой. То есть, грубо говоря, если вы смотрите, как он, Девон, а вот здесь может быть исторогенов, скажем, марганцев и железо, вот здесь не может быть, потому что город там юзко и так далее. То есть, сам любую геологу говорит, давайте посмотрим карту месторождения. Вот, когда вы сказали первую фразу, что гражданские историки выступают против того, как физики проверяют денег, а вы знаете, есть парамельная, например, система там, наложена. Вот, например, геология упорно молчит о скорости разведки, о слухах добычи, вышед на первую руду, то не смотрите, что у нас происходит. Итак, если мы хорем античный мир, это из теории хронология Томпсон, когда принято камень, брон, живет, точнее, стать, то сразу возникает вопрос о том, а как мы представлены сюда развить окружающий мир, даже и без хронологии. То есть, все эти трилеммы к сервису, там, красивые шлемы, что нам в Голливуде показывают, надо сразу выпить на помойку. Люди ходят в шкуру, и не мотивации у них начальство преобразования окружающего мир и средства вообще быть не могут. А вот, а ядное, самое еще большее, это, когда, ну, не знаю, в моей публикации, я там, в Град Климбурске открыл, беда в том, кто волк, это какого выйдет, такие минералы, кассетрики. Кассетрики очень сложный минерал, из него надо, как бы, методом перегонки, знаете, как, вот, из немки, в начале эфира, идет печь бензина, очень потом тяжелые масла, сагар, ну, это битым устает, вот так же и здесь, ну, где-то 6-8 металлов, очень тяжелые, и первое, будет пол, поэтому само по себе, это 4,60 градусов, а для того, что кассетерит, это под район, где-то 1400, то есть, где-то пол, надо стать, ну, скажем, грубо говоря, у воду, надо в одной печке нагреть, второе, потому что, самое главное, что у вас сухой дух, спадул, что у нас в лицах севера Европы растят, сухой спадул, 940 потолок, и то, и то же, бабушки, закрытая печь, а так вам не достичь вообще ни одной панцы, а вот, на, пришел, приводил. А, мы все тут у вас должны, нет, проволочка была, если вы нестанавливали. только электрички в этой, в этой стороне, в сторону. Нет, от Леоносова до, наоборот, полчаса до транспортной среды, это, это можно подзачувствовать все обновления. Пока мы тут готовим, компьютеры, я бы немножко все-таки прокомментировал, эту реплику, с такой точки зрения, что не стоит недооценивать реплик, людей, в общем, современных людей тоже стоит, в качестве анекдотов. Вот, как-то, мои коллеги, показывают теоретические физики, дядя спорят на тему, позволяет ли сегодняшний уровень техники, измерить традиционное окрасное смещение, между первым и последним этажом, скажем так, корпуса прикладной массивности. В то время, как эта задача была экспериментально решена еще в 60-е годы. Но, чтобы коллеги в это поверили, мне пришлось давать им ссылку на конкретную книжку. Наполея Ковский, Владислав Тадеушевич, я выпускник Московского физико-технического сообщества 1990-го года, работаю на стыке наук естественных, с одной стороны, и наук гуманитарных, с другой стороны. Андрей Георгиевич Купцов, вот мой сотоварищ по этой деятельности, который, я так понял, пытался какой-то, что? А, поздравляю. В прошлом коллеге, я отношусь к шиноплейникам, которые определяют возраст человечеизации 500 лет. Да, и не более. 500 лет это возможно. По мне, там, в стечении обстоятельств я был, в один прекрасный момент, приглашен на защиту. Он говорит, что на роде, как это было, как это было, как это было. Как это было. Древний Церковь. Пока, наверное, мы займемся одним благородным делом. Повторяемся, будет делить. А-а-а. Будет у вас антуража. По спине, дочку. А, 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 кажется, вошел. он просит активировать фильм, а, потому что сам просит. так. Так, ну тут вроде бы удалось выйти. А, да? Показываю. Показываю. А, у меня все сорно в более-поздные версии ендов, да? Показываю. 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 И студенты, к примеру, с Уликовского училища, это люди субъективного типа. То есть в одном случае идет в качестве формообразующего фактора информационного потока только образ, в другом случае идет в качестве фактора образообразующего потока и еще цифра. Если смоделировать то же самое, провести аналогичное обсуждение для процесса стирания информации, то процесс стирания информации будет выглядеть точно таким же образом. То есть все те, кто все психологически слабое, то есть, допустим, образность как таковая для людей субъективного типа, оно оказывается сильней, количество сравнений, это их получается, как правило, функции слабые, пособранные функции слабого, то, соответственно, цифры у нас стираются, и на цифры не обращаются внимания, то есть даже люди объективного типа, они не обращают внимания на отдельные детали образа. Вот это вот такая печальная реальность. И если речь идет, если речь идет о таком процессе, как воспитание, преподавание, детское учение, то здесь, опять же, восприятие мира, восприятие информационного потока идет, прежде всего, по психологически сильным функциям. То есть идет по образу для субъективного типа, в основном преимущественное, идет с опорой на какие-то количественные реальные для субъективных типов. Это в обязательном порядке. Именно поэтому, если речь идет о том, что, допустим, какая-то гарантированно недостоверный информационный поток, подкрепленный некоторыми цифрами, он обрушивается на голову таких маленьких наших замечательных школьных деток объективного типа, и если на него идет поток неких недостоверных цифр, то идет эффект своего рода очень мерзкого и очень жуткого духовного земли. Это процесс очень мерзкий, очень жуткий. В связи с этим, это ответ на вопрос, почему я оказался в рядах, после осознания данных фактов, почему я оказался в рядах расистского исторического экономизма. Оказавшись будет Егор Рядахи, а, в принципе, как-то мне жутко повезло, мне повезло с той точки зрения, что я первый из интернет-дивистов. В 2005 году оказался приглашен на диссертацию кандидата исторических наук. Правда, была сказана отдельная договорка, чтобы можно было в процессе написания этой диссертации создать нечто весьма-весьма фальшивное, написать некий фальшивый текст, этот фальшивый текст я не захотел писать, но вместо этого я написал настоящий текст на тему «Простите, как возникла глобальная хромология?» Он вышел в виде книги. Вышел он совсем недавно, это аж три года назад. Удалось его показать, удалось позиционировать это все в таком качестве. Сейчас, независимо от того, я все-таки расслаблюсь... А, прекрасно. Но тут не совсем прекрасно, потому что этот компьютер мы не можем подключить к проектору. Этот компьютер мы не можем подключить к проектору. Николай Янович, ну вы не волнуйтесь. Но зато мы можем пригласить аудиторию спуститься поближе и развернуть его. Так, давайте, наверное, мы сейчас запустим там, где лог форм-рек, и вот, для всей аудитории логистики, пока формализм и конструкции из того же человечества. То есть, я попытался как-то для моего сегодняшнего доклада подготовиться для маленького творческого отчета, потому что у меня очень часто задают вопросы, чем вы там занимаетесь, чем вы там... Вроде бы, как бы, наши замечательные новаторы представители... А где тут? Да, ну вот, 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 вот еще, сейчас, вот, вот... Так, вот, 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 вот. Ну вот, 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 вот. Иог DHC написал совершенно роскошную фразу, чтоб будем исходить выработка оптимального сочетания программы учебной среды обучения и средств контроля. Если вы рады, чем вы видите, по этому мудиту, рано или поздно, на процессе занимания федерального компонентного гуманитарного цикла общаемости истории в качестве истории данного времени. Качество исторического образования России и страны судьбы следует европейской системе образования, но следует недостаток. Отсутствие должного уровня работы с историческими словами мегаплогемы, что ли, отсутствие общей кислотой механизмы для мегаплогемы как токагогик. Я подавляю, что в частной степени характерна монологическое опоро на историческом исследестве, в том числе в этой мегаплогене. Ну вот, собственно, это то, о чем я говорил для мегаплогемы. Главная опасность датированная мегаплогема – это мегаплогемы вещественных личностей, нескольких разнообразная образная цифра, процессы и фармацентра, и т.д. Так, господа... А, побли перенестились. Ясно, следующее, отсюда опасно, для тех, кто не поран не плететь, потому что объективного типа, в том числе и не разности, а в последних механизмах критического восприятия. А то, о чем я выдал минут назад. Ответ на вопрос, почему он занимается коронавирусом. Итак, следующий вопрос. Минципальная проблема исторических наук. Одна из них – о переявлении о ее задаче. Значит, здесь начинается очень жуткая, очень бескусивная вещь. Сколько исследователей нашего прошлого, сколько есть мнений оцелить эти задачи. Значит, я хочу подчеркнуть. История, как наука, началась с классической или педагогической выдачи. То есть, история магистровита, история учительницы жизни стала изначальной. Что это, по сути, означало? Это, по сути, означало достаточно примитивный блок общения. А именно, я тебя хочу чему-то научить, я тебе расскажу какую-то историю. То есть, все достаточно примитивно. Весьма весьма примитивная, весьма взрословато. История по мере развития, соответственно, эта задача становилась все более и более примитивной. Она для многих становилась очевидной. Где-то пример, начиная с 19-го века, то есть, пример, начиная с проникновения материализма в общественное сознание. Постепенно говорится, что другая задача. Гностическая задача исторической экономики в частности. Задача познания. Гностическая и конструкционная задача. Максимально достоверную картину познания прошлого. И вот, они, собственно, развились, и они, соответственно, так существуют, независимо друг от друга. Одна в более роскошном виде, вторая в более примитивном виде. При социализме однозначно была сформулирована вторая задача. Хочу посетить, что задачи отнюдь не тождественны. Не тождественны, поэтому различные исторические школы. Реконструкционная задача исторической науки маломалеческих проявлений решается в случае обилия исторического материала, в случае проблем с хронологией, локализациями событиями, мирами персонажей и так далее. В большей сложности возникают в случае проблемы с этими параметрами. Теперь мы начинаем, я начинаю бросать взор в ту сторону, что является великой пикантным моментом, весьма весьма пикантным моментом для ваших коллег из гуманитарных школ. Дело все в том, что, когда я начинаю говорить о каком-либо источниковедении, например, перед студентами, ну и либо МГУ, либо МГУ, прямо тоже не факт, я иногда время от времени прорваюсь. Я прорвался к географическому факультету Московского педагогического государственного института, где меня голосом позвали даже на некоторой книге, пообещали лицензию написать. Я сталкиваюсь с одним удивительным моментом. Я спрашиваю об учебной программе, что у них на первых курсах, что у них на последних и так далее. Так вот, одна важная, фундаментальная вещь о имени источников ведения у них переносится где-то то ли на четвертый, то ли на пятый курс. То есть мы знаем прошлое, мы знаем на основании чего. Тут возникает, вполне уместно задать вопрос об исторических источниках этого познания, и тут возникает одна очень интересная вещь, что они это все переносят на четвертый, пятый курс, в том, когда основной порох пропал, когда люди думают на полном серьезе о их предстоящем и ближайшем будущем, о их какой-то карьере, когда люди уже не думают о кероритальном образовании. Наоборот первый курс временно занят гитмическим энциклопедизмом и энциклопедическим в области критерушного. Но тем не менее обернемся с тому же, что это у их письменного источника? Акт, от всех известного латинского слова action действия, это источник связан с каким-либо действием, договор, управленческая инициатива, оповещение, это, грубо говоря, до сих пор есть, например, государственный акт, какой-то приказ, какое-то распоряжение, либо торговый договор, либо наклонная, все что угодно, либо свидетельство о смерти, свидетельство о рождении и так далее. Есть другой тип источников, это под названием нарративы, то есть повествователи, те источники, в которых о чем-либо повествуются, это всем вам известно, хроники и лепикси. Теперь вопрос, мы бросаем на эту структуру вопрос в случае негатива, и мы начинаем думать о очень простом моменте, допустим, мы имеем некую мерзкую зломеренную цель, что-то специфицировать, создать некую мерзкую мифологию, вопрос. Можем ли мы сфальсифицировать какой-то древний акт? Ответ. Да, мы можем сфальсифицировать древний акт. Если мы знаем язык, если мы знаем тип пищевых документов, если мы знаем манеры письма, если мы знаем свидетельство. Да, это можем. Вопрос, можем ли сфальсифицировать много древних актов? Нет, не можем. Нет общественных потребностей, нет общественных запросов. Прекрасно. Р the Ab ostrich, большое спасибо. Спасибо, нет ничего на руках. Поэтому... Прекрасно. А теперь мы обратим внимание... Режется. Так что лучше... Лучше все-таки нормально, конечно. Прекрасно. Но в данном случае я хочу обратить внимание. Здесь все равно то, что... Да, здесь все правильно. Свойства нарративных источников. Интересно, нарративы — это повесть. Это какая-то последовательность повествования. Последовательное повествование подчиняется такой совершенно замечательной вещи, как сюжетик. А такая совершенно замечательная вещь, как сюжетик, она вещь достаточно ровная. Сюжетов не может быть бесконечное количество. То есть, если история некой местности, то описание типичное событие, сочетаемое с описанием картин, положение дел. Если история некого правления правительства, то описание будущих моментов биографии. Рождение, родители, братство, отец, учеба, дальние походы, военные действия, жених, первых классах, основные их правления, ну и, естественно, смерть, походы с жизнью. Как видите, сюжетики достаточно типичные. Можно взять, брать те или иные биографии, те или иные жизнеописания, каким-то обоим, что-то сочетать, что-то компетировать и так далее. Сюда выводят. В случае общественного опроса есть решение их создания, что ставит по сомнению их надежность. Вводят массовые актовы архивы, то уровень, начиная с которого можно говорить о достоверных реконструкциях. Вот это та банальность, которую Владислав тогда еще не стесняется писать во всех своих книгах. И эта стопроцентная банальность, ну, простите, с точки зрения нормального материалистически настроенного исследователя оказывается почему-то звучащим весьма и весьма революционно для современной исторической публики. Я буду пытаться 21 декабря, я договоренную встречу с госпожой проректор Российского государственного гуманитарного университета. Я мечтаю, соответственно, что-то презентовать у них. Там как-то они меня очень любят игнорировать. Пока я игнорирую, то тем не менее, ну, я время времени с ним прорываюсь. Так, и, соответственно, решение этого вопроса. Разработка отдельного логического формализма реконструкции истории человечества. Вот, пожалуйста, господа, вот это мой сайт. Сайт у меня народный. На том самом народном ресурсе, который недавно был выкуплен фирмой под названием Югос. Точнее, теми людьми, которые преобразовались в фирме Югос. Вы можете взять, почитать степень, степень логичности, степень строгости из ложных там рассуждений, выходных положений, вы можете оценить. Михаил Геннадьевич вежливо улыбается. Судя по всему, он как-то оценил. Он, судя по всему, досмотрел. Имеет некоторое свое мнение. Понятие на фирмологическом формализме реакции истории человечества. Понятие источника, понятие исторического события, понятие картинного положения дел. Так, вот здесь вот второе и третье. Стадикодинамика. Историческое событие некое единораженное изменение этих параметров. Некая картина положения дел. Она немножко отличается от тем, это некий между событием номер N и событием номер N плюс 1. Некое положение дел, некая статика. Ну, то есть, грубо говоря, между битвой номер 1 и битвой номер 2, или, допустим, актом сбора налогов, допустим, в 15-м году и актом сбора налогов в 16-м году, что вообще в городе или в местности, или в деревне произошло. Понятие исторического факта, объединения понятия событий и картинного положения дел это понятие вероятного оригинала, принципиально меньше понятия. Ну, что такое вероятный оригинал? Вероятный оригинал, это когда мы берем некий источник нарративный, в общем случае, или не датированное вообще, или не датированное достомерное, и мы говорим, что мы относительно тех или иных событий, тех или иных картин положения дел, которые там описаны, мы можем строить предположения о том, что они могли состояться в ту или иную эпоху. То есть мы можем строить вероятные оригиналы этих событий, уже с претензией на них предоставить. Понятие версии реконструкции, то есть наиболее приоритетное, понятие совокупности версии реконструкции и понятие наиболее приоритетной версии реконструкции. Так, что такое версия реконструкции? В двух словах, если мы берем некую совокупность фактов, для совокупности фактов, мы берем некую совокупность версии оригиналов, и если мы все это берем как-то комбинируем между собой, как-то сочетаем между собой, то есть факт номер один, факт номер два и так далее, то мы, соответственно, получаем некую версию реконструкции, то есть простейшее синтетическое понятие. Совокупность версии реконструкции, это когда мы берем совокупность этих вероятных оригиналов и, соответственно, строим некую совокупность. Очевидно, что если мы берем очень много фактов и можем построить очень много версий реконструкции. может быть наоборот очень мало чем больше фактов тем меньше нет нет здесь как раз наоборот будет проиллюстрировано например вот ваших книг про географические и соответственно технологии реконструкции хотя может быть лучше наоборот не жива терпеть не будет но я думаю размешать это достаточно нормально прекрасно значит технология реконструкции соответственно это первый этап построение совокупности второй этап выбора совокупности для конструкции более приоритетной это все более подробно из профильтрованных строительства факт на основании строится вероятных оригиналов получается совокупность принцип уменьшения совокупности непрерывности оригинальность и угрюмения последний принцип сразу говорю точнее прорывность это понятно мне каким хронологических лагун оригинальность это понятно если у нас одни и те же события но это уже местности вдруг у нас получаются дети непонятные классы друг друга событий ныряду мы в праве его подставить под сомнение антиудрепнение принцип работает не всегда в частности для истории средних веков и он толкнулся на несколько вещей когда принцип антиудрепнения не работает наоборот очень часто получалось что некоторые плавания допустим средние века приносились на более на более поздние века и второго оставшиеся исторические материалы и отдельный фактор не сравнение с версией конструкции входящего в своей излеченности отношения подходящегося к предыдущей нейтрально строятся отдельные рассыпки из которых отдельно будут складываться рейтинг и внимание наиболее достоверной версии реконструкции оказывается та которая набирает наибольший рейтинг вот в этом суть моего логического формализма реконструкции истории человечества дискуссии о нем ведутся где-то примерно с 97 98 года когда не возникает какая-то реконструкционная задача то есть задача воссоздания историю той или иной эпохи той или иной местности в принципе оказывается очень даже непосредственно теперь 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 я немножечко похвастаюсь вот она вот замечательной желтой подъемочкой мы наконец-то я имею шанс и более подробно похвастаться поскольку мы заведем компьютер значит о чем идет здесь речь мы сейчас возьмем законы то что не мешает я сейчас в течение двух-трех минут а даже пяти минут на пальцах объясню о чем идет речь и вообще последний что здесь нового в историческом науке он там в веку диалекте внесено вашей обходной услугой значит общее свойство источников акт-нарратива среди задачи реконструкции тоже ровно тоже с чем я говорил 2 минут назад что мы можем на их основании внимание вот здесь начинается очень интересный момент когда мы от некой абстрактной теории начинаем переходить к тому что у нас есть мы начинаем переходить кого никому наследие человечество что у нас есть у нас есть в различных странах мира различные акты в россии это где-то они естественно не бесконечно древние в россии они вообще ужасающие короткие в россии где-то на 16 лет на 16 лет приходится аж три тысячи древних актов это они выглядят таким образом что они очень редко то что написано в этих актах соответствует то что написано в тени как истории массовое появление в российских архивах актов начинается только строго начиная 17 века то есть со временем после смутного времени классический пример это некоторые регионы франции и некоторые регионы италии у них это где-то примерно доходит до 14-15 веков то есть внимание массовое появление актового материала примерно 14-15 века массовое появление как говорят специалисты по так называемой древней греции и древнему риму и так далее величайшим сожалению все актовые источники по древней греции и древнему риму а по древности других стран они имеют строго и различный характер ни о каком массовом канале ни о какой непрерывности нам говорить не приходится вот это то что мы делаем из попытки оценивать достоверных экономических материалов теперь дальше дальше идет очень интересный блок общее геологическое рассуждение о правлении локальных и глобальных систем для перечисленников результат развития хозяйственной деятельности значит что это такое вот здесь и о чем идет речь значит представьте себе человека который едва появился как биологический вид он борется с дикой природой в дикой природе все что угодно там природные катаклизмы и гром и молнии резкие похолодания дожди ураганы и так далее но тем не менее он должен бороться как-то с дикой природой из-за выжимания как человеческий вопрос у него есть некоторые ресурсы например чем погреться например что покушать например как добыть некий энергоноситель и т.д. есть вопрос есть ли у человека в этом состоянии какая-либо потребность в расчете времени ответ нет никакой он все ресурсы которые имеются в распоряжении оценивает по примитивно-сенсорному уровню много-мало у меня много орехов у меня мало орехов у меня много диких животных у меня мало диких животных я выживу я не выживу если он ощущает что этих ресурсов мало он принимает активное действие по выживанию если он ощущает что ресурсов достаточно он приходит в состояние некое спокойствие но в любом случае никаких количества цены нет вопрос когда он начинает смотреть когда начинает считать каким-то образом здесь нам на помощь приходит простейший материализм простейшее экономическое обсуждение которое до меня и независимо от меня провел небезызвестный господин маркс Турис сказал что господа если экономика давайте оперируем с таким понятием как прибавочный продукт это тот самый ресурс который реально появляется в человеке который человеком или общиной людей охарактеризован как то что мы можем не можем не просто направить на непосредственное потребление а то что можно направить на так называемое накопление и то что мы употребить в обязательном порядке мы не должны в общем случае мы уже как-то на потоме глаза как он может технологически выглядеть это немножко другой вопрос он допустим может выглядеть как допустим еще плюс несколько единиц животноводства несколько плюс несколько голов он еще может выглядеть как еще плюс несколько корзин к примеру зерновых здесь начинаются такие вещи как величайшие к сожалению растение водства скотоводства мы охоту и собирательство сразу соответственно прошли соответственно я до сих пор считаю что они не могут каким-либо образом оказывать влияние на возникновение на прибавочный продукт и вот люди из-за различных общин они начинают каким-то образом этим прибавочным продуктам между собой меняться возникают некие игры одни вот в один прекрасный момент в один прекрасный момент возникают такие отношения то ли внутри общения то ли при соседнем общении когда некий обобщенный продукт обобщенный продукт например корзины или допустим какие-то там простейшие животные даются другое общение от одной группы людей другой группы людей например общение просто своей общение с соседней общения какой угодно и когда со стороны другой общения возникает некое обязательство по по выплате в через некоторое четко зафиксированное время четкое количество этого продукта сразу же естественно начинает более-менее нормально развиваться арифметика потому что это все надо посчитать более-менее начинает хоть как-то идет общественный запрос по средствам письма и способов письма более-менее идет запрос по языку по какой-то простейшей системе грамотности и более-менее запрос по хронологии все пять моментов выступают фактически одновременно человек начинает как-то шурупать как мы запишем что мы запишем как отфиксируем различные сигналы и вот начиная с этого момента строго начинается отсчет времени начинается отсчет хронологии я тебе просто простите если я допустим тебе даю к примеру корову и дочка то ты мне корову и дочка а еще некоторое количество телят от них вернешь мне когда-то а вернешь через определенный срок и вот когда вот определенный срок нужно мерить и вот тут уже начинается отсчет времени телят то есть как угодно начинает считаться дни начинают считаться как типичные солнечницы которая работает системе и зап� mashand- Zw means whichAla начинаю считаться месяцы как это как цикл системе земля луна начинает считаться напишитеὐCO nationality lik去 su mengo lsce и начиная считаться некоторые внутри взаимозависимые блоки это и естественно естественно кстати костюк математику у нас примитивца никто ничего сидит не умеет в качестве начального номера гоня Выступали цифры. Что происходит? Дальше человечество развивается. Цифра ноль – это существенно позже. Цифра ноль – это существенно позже, но во всех языках мира почему-то существует слово НИЧЕГО, НУРУС. Когда, допустим, есть что-то УМУС, что-то единичное, есть слово НУРУС, которое олицетворяет состояние вообще НИЧЕГО. Об этом можно очень долго спорить, но тем не менее. Можно обратиться к грамматике всех нового мира в такое понятие, как НИЧЕГО практически есть люди. Такое понятие, как всё, метафиология, и что у нас идёт дальше? У нас идёт дальше другой, совершенно замечательный процесс. Как-то начинают между собой общаться, появляется такая система локальной хронологии в другой общине, в третьей и так далее. Появляются некие глубокие сакраментальные моменты, появляются первые коррупционные эффекты, те начинают понимать, что твою собственную систему записи и твоя собственная система внутренних отношений, она выглядит таким образом, что совершенно не обязательно, чтобы её в курсе были твои соседи, потому что тебе от этого будет хуже. Начинают работать простейшие механизмы безопасности. Именно поэтому, когда встречаются представители различных общин, они говорят, что, пожалуйста, вот, пожалуйста, ну вот, мой дорогой, мы друг другу хоть как-то верим, мы охотно верим, что тем обязательствам, которые ты возьмёшь, ты как-то выполнишь, как вопрос, как мы будем фиксировать какие-то главные отношения. В твоей системе хронологии не выгодно тебе, мы знаем всё твоё, в моей системе хронологии не выгодно мне, ты знаешь всё моё. Пожалуйста, нам это, в общем случае, не выгодно. Давай думать, как быть дальше. С одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что, допустим, как начало развиваться хронологии, как начинает появляться простейшая примитивная система исчисления, что происходит дальше? Дальше происходит другой интересный момент, который связан с тем, что, ну, давайте договариваться, так вот, предположение вашего хронологии, они начинают договариваться или договариваться реально о той системе исчисления, о том годе начала счёта, который значительно, по своему значению, превышает номер года в локальных хронологических системах. Почему? Потому что не будет никакой путлицы. Объясняют, что такое первая система, другая система. И в чём возникает заинтересованность? Заинтересованность возникает в том, чтобы в сознании как первой, так и второй общины этот номер года заинтересовался как некий сакраментальный. То есть, в обязательном порядке, это будет должен быть номер года не просто хоть каким-то. К этому номеру года должна быть привязана некая религиозная система. Чтобы все совершенно чётко знали, что нарушение этого года, оно и есть параемость выше. То есть, механизм обеспечения дисциплины исполнением обязательств по тому или иному договору. И вот таким образом возникает одна за другой некоторой религиозной системой, в конце концов, возникает христианство, которое начинает примерно считать сразу в качестве нулевого номера года. Они входят примерно 1300-1320, то есть более точно. Вот, теперь идём дальше. То есть, основная задача религии – обеспечить слонологию? Основной задачей религии была обеспечить слонологию. Вопрос, почему, соответственно, они всегда всеми ценились. Эти мудрые, престарелые активные дисциплины. С точки зрения хромологии в том числе. Так, идём дальше. Значит, дальше у нас идёт следующий фактор – данное астрономическое явление. Ну, это появление всякого рода новых звёзд, новых сверхновых. Они время от времени запечатляются различных хроников, клеток и так далее. В данной синхронии истории календарей – это и… Вот это вот данная история календарей, синхронизация ульяновского календаря и календаря Лунной Хиджи, появление двух насильных данных. Ну, что я могу сказать? Ваши покорные слова в известной степени оказался в роли наследника идеи Николая Александровича Морозова. Восьмой том, 240-ая страница, я могу сказать, где он анализировал влияние мусульманского календаря на русскую историю. Вопрос отражения дат мусульманских историй в отдельной датировке в календаре Лунной Хиджи, который иногда просветит в различных источниках по истории Золотой Орды, он оставил некий экологический материал, на что, в принципе, обратил внимание. Ваши покорные слова, где-то определенное время назад, на лет так 10-15, этот материал немножечко проанализировал, обнаружил совершенно жуткую вещь, которую он с тех пор хвастается. Дело все в том, что если взять так называемый старый стиль, то есть юлианский календарь с одной стороны, или календарь Лунной Хиджи, то есть календарь от пророка Мухаммеда, который принят в большинстве юлианских стран, то выясняется, что эти календари были запущены в один и тот же год, 1320-й год от Рождества Христова или новой эры, который был записан, как 720-й год от исхода пророка Мухаммеда. Если мы проанализируем цифры 1320 и число 1320 с одной стороны, и число 720 с другой стороны, мы просто ужаснемся. Это тот же самый всем известный 6 факториал, который записан в двух системах числения, по системе числения 10, по системе числения 8. Мне это немножечко ужаснуло. С одной стороны, с другой стороны, я через некоторое время начал прочитывать некие хронологии Христовых походов. Хронология Христовых походов сплошь и рядом, там это все мелькало, там это было все ясно, все очевидно. То есть, вывод. Вывод очень простой. В истории глобальной хронологии 8-очка по основанию системы числения не применялась. Она применялась как своего рода, ну как лучше сказать, средств, некое лабораторное упражнение по математике, лабораторное упражнение по развитию системы числения. То есть, все-таки десяточка, ну тогда, в 14 веке, она укоренилась дальше. И вот этот факт, он, по-моему, очень интересно в истории математики. Мне кажется, в английских мерах возникает степень двойки. В английских мерах? Возможно. Нет, он еще возникает в французских мерах, там двадцатка возникает. В английских мерах степени двойки, да, возможно. Тот факт, что в хромологии не отразился, в хромологии это не столь легко найти. И последний пункт, я сейчас объясню, данные по истории религиозных учений и ахимизм как первая попытка управления хромологического активизма. Это я немножко попозже расскажу, что такое ахимизм, достаточно интересное религиозное учение. Что у нас было? У нас было появление R от Радислава Крестова и испанского R как верхнего массива данных. Верхний массив данных это примерно совокупность цифр, которая сгруппировалась около числа 1320. И то, что появление эры Лунной Хиджи и эры АУЦ от нижнего массива данных. Я показываю, каким образом отдельные эпохи, отдельные вещи из истории так называемой древней римской империи, которые отражены в источниках, были отражены в районе диапазонных цифр где-то в районе от 700 до 800. То есть, грубо говоря, в этом диапазоне. Ну и, соответственно, по первому этапе, ну и второму этапе, соответственно, возникновение рядом аргинальных разотворений мира, эры Олимпиад, смерти Александра Великого Джавала Дина. Египетская эра как особое явление. Значит, что такое египетская эра? Египетская эра – это некое уникальное явление в истории хронологии, которое было введено, ну, как своего рода условное обозначение. Значит, египетский год имеет две версии – високошный и невисокошный. Египетская версия без учета високосов – это когда, независимо от всего, нам нарушалось, что некий календарь считался, что в году принималось ровно 365 солнечных дней. Египетский с учетами високосов – он, естественно, это все учитывал. Естественно, что эти календари каждые четыре года давали сдвижку в один день, и тем самым вырисовывался определенный цикл. Это, соответственно, так сказать, сдвижка – это, соответственно, разность между ними, естественно, нарасталок или течение. И, естественно, вырисовывалась определенная цикличность. А именно, как можно легко понять, эта цикличность составляла ровно число дней в Олимпиаде, а именно число дней в Сахаровском цикле, ровно 1461 дней. И вот это вот число дней – это и вырисовывался цикл. Тем самым между египетским 100, деленным на египетским нестабильным календарем, вырисовывался разность к этой самой 1461 годе. И вот эту вот разность, ее египетологи очень любили от 1603 года нашей эры, от года появления Тезауру Стампору, когда произвели этот футболский гир, они очень любили эту эру откладывать назад и провозглашать различные династии. И когда мы исследуем датировку тех или иных событий, приписанных Древнему Египту, я очень часто сталкивался с тем, что мне нужно было в обязательном порядке брать тот или иной нулевой год, что эти нулевые годы там повторялись, я хочу повториться, где-то каждый 1461 год, рассчитывать с того года, который был фиксирован в мировой хронике, и у меня получалась разность примерно от 1300 до 1450 лет. То есть мы получали в чистом виде средневековое событие, мы получали те события, которые мы просто просим построить где-то вероятный оригинал в среднем веке. Простейший пример это плавание знаменитого египетского фараона Нехового и Анфрикевича, составленным через Египетский океан. У меня получилось, что вероятный оригинал, то ли в 1407, то ли в 1415 году. То есть здесь нет абсолютно никаких таймов. А 72-летние излишки попадались? А 72-летние излишки не попадались. Потому что вообще-то встречалось, что египтяне вроде бы еще в какие-то рейные времена брали год из 360. Ну, 300-360, это интересно. 360, он соответственно, 360. Нормального года? На что могу сказать? Здесь, в этой книжке я попытался соблюсти некий энциклопедизм, рассказать кое-что очень и очень много. Конечно, не все, но некий энциклопедичный раздел здесь есть. То есть, поскольку здесь много энциклопедизма, знаете, ты не всегда помнишь о чем ты рассказываешь. Сейчас мой обещанный рассказ, это не что происходило после этого. После этого происходило очень веселое явление. Значит, естественно, была некая волна, соответственно, тех жильцов. Жильцы не знали, как это все преподносить. Всем это все преподносить чисто совокуп с легендами об Иисусе Христе, который родился за 1400 лет. Это была некая традиция, которая в итоге восторжествовала. Вопрос, была ли некая традиция, которая как-то народу попыталась объяснить, что не нужно всему, что за рубежом хронологической достоверности, как-то верить. Верить достоверно. Оказывается, такое учение будет. Учение называлось «Учение Ефима Хлорского». Вот, пожалуйста, хронологическое спетое учение Ефима Хлорского. Значит, Ефимос Форенцис – это некий южно-итальянский мудрец, жизнь которого была приписана, кодекс жизни его приписан был в 1202 году. Значит, одно из самых интеллигий. Он был издан в 16 веке, хочу подчеркнуть, в 16 веке 1519 год. В 16 веке он был издан, в рассуждении его в Акалипсисе. И здесь он всю мировую историю влюбил деть на время Бога Отца. То есть все, что было до Рождества Христова. На время Бога Сына, которому он приписывал свою собственную жизнь. И время Святого Дух, которому он приписывал на то время, которое состоялось бы после Второго пришествия Христа, который он пророчил в 1560 году. В этом учении, естественно, отразилось христианская догматика. Как известно, согласно христианской догматике, никто не имеет права восприниматься как человек адекватный, если он говорит о том, что он видит Второе пришествие Христа. Никто. Ну, согласно христианской догматике. Поэтому, соответственно, возникла некая потребность его перенести куда-то, его Ахимафлорскому, на XIII век, ему приписать это пророчество 1260 год. И вот таким образом Иохимиты под руководством в качестве выдвинутого своего духовного образа Иохимафлорского, они всему народу честно, ясно, четко сказали, дамы и господа, все, что при Боге и Сыне, пожалуйста, воспринимаем как некую красивую сказку, как некую мифологию, как некую легенду, а все, что происходило при времени Святого Духа, мы начинаем по немножечку уповать за достойно. Вот, пожалуйста, очень ясно. То есть они считали, что Второе пришествие уже произошло? Они считали, что Второе пришествие, во Втором пришествии был уверен, был уверен, Эхим Флорский. Соответственно, с точки зрения Эхима Флорского, соответственно, были некоторые люди, которые, ну, видимо, говорили, что произошло. Но, в любом случае, они достаивали на время для того, что они выживем время Святого Духа или Святого Ума, Спирита Санкта. Здесь можно как угодно к этому относиться, соответственно. Мы можем говорить, что это было, что мы живем в Остроумное время, как известно, Spiritwell в переводе с французского, как наставит французско-русский словарь, можно перевести как Остроумное. То есть эти, в принципе, люди оказались на редкость Остроумными. Видимо, за свое Остроумное они в один прекрасный момент просто взяли и поплатились. Их учение все больше и больше и больше теряло популярность. Тем не менее, к их учению проявляли интерес духовные отцы Ордена Розенкрейцеров. И в один прекрасный момент, а именно примерно к концу XVI века, вот и ахимизм превратился в одну из компонентов тайного учения Ордена Розенкрейцеров, о чем знали многое кто, о чем знали некоторые магистры Ордена Розенкрейцеров. Они считали, что это тайна. Они очень любили себя эпатажно позиционировать в данном качестве, в качестве знатоков некой великой тайны. Как мы видим, их эпатаж имел полное право на существование. Они действительно были кое-что в курсе, они действительно кое в чем неплохо интуичили, они действительно неплохо ощущали некоторые глобальные проблемы мировой истории. Мы это видим явственно. И предположение вашего покорного слуги с некоторыми из Розенкрейцеров встречался во время своего воежа по Европе в 1874-1877 году, совсем юный, Николай Александрович Морозов, тогда ему было 20-25 лет. Он был тогда очень увлечен всякого рода социалистическими течениями, очень сильно увлечен. Это и тогда он был революционером народовым, как известно. Тем не менее, вот ему многое где удалось потусоваться, видимо, и в обществе многое, кого ему удалось попребывать, видимо, общество Розенкрейцев в том числе. На этом я хочу это все закончить. Вот это вот та книжка, которая вышла совсем недавно. Есть в Италии мемориальное общество по изучению творческого наследия и Архима Флокского. В ряде случаев из него хотят сделать такой некий красивый фантик, как у меня создалось впечатление. По крайней мере, по глазу этого красивого фантика проходят все мемориальные конференции, находятся они. Это общество в университете города Бари, посвященному, потому что рождение его было приписано Калабрии. Самый солидный университет на всю Калабрии – это университет города Бари на Адриатическом побережье. Так, на этом я заканчиваю. Теперь то, в чем я продолжаю класситься дальше, непосредственно от тема моего уклада «Диография и диалета». Я нажимаю на клавишу «Пятать». Мы ничего не боимся. Прекрасно. Значит, я сейчас хочу закончить весь блок, который связан с архитектной книгой. Время, как понял, у вас немножко поджимает, поэтому я себе хочу позволить один анекдот. На заднюю обложку этой книги я вынес следующий текст. Что касается консультирования всех интересующих, в том числе сотрудников системы народного образования, по тем или иным вопросам хронологии древних средневеков, это и участники всегда по вашим услугам. Легкая памятка в три строки. В 16-м веке позже достоверность хронологии высокая, в 14-15 века достоверность не очень высокая, все древнее – высокая вероятность достоверности. Особенно это касается тех эпох, которые набивают мифами и загадками. Впрочем, все усмотрение самого работника системы образования в соответствии с его понятием мультурных ценностей, добросовестности и профессионализма. Вот этот пассаж я дал на задние обложки своей книжечки. И в один прекрасный момент мне удалось подружиться с госпожой заведующей кафедрой архиархиологии, Московского государственного университета Юлия Леонидовна Щапова. Человек на редкость служен, человек на редкость авторитетен в своих кругах. И в один прекрасный момент, я с ней как-то пытался было об этой теме поговорить по телефону, я говорю Юлию Леонидовну, я так и так своей книгой пытаюсь сказать, что да, дамы и господа, да, кто читает на редкость, хромология ненадежна. В ответ в телефонную трубку раздался громкий хохот. Я считаю, что этот ее громкий хохот Юлия Леонидовна Щапова в телефонную трубку является одной своего рода наивысшей оценкой моих книг. Мне так кажется, у меня задалось такое впечатление. А хохот по какому поводу? Михаил Геннадьевич, хохот связан с тем, что об этом и так все прекрасно знают из историков. То есть, оказывается, среди историков, традиционалистов существует атмосфера в целом, но она чем-то напоминает известную песню группы Наутилус Помпилиус. Одни слова для кухонь, другие для улицы. Может быть, вы слыхали, в свое время это была культовая песня. Мы круговая порога «Мажен как копоть» и так далее. Песня называется «Скованная одной цепью». Ну, мне, я в паре чисто, Михаил Геннадьевич, я похвастаюсь. Мне удалось познакомиться с поэтом, который писал стихот для этой группы. К сожалению, он после моего знакомства со мной. Через два года ушел из жизни. Мне удалось познакомиться на одной из выставок с Ильей Валерьевичем Корминцевым. Это, я говорю, чисто в порядке психологической разрядки. Человек на редкость. Интеллигентный, на редкость умилый, правда. К величайшему сожалению на чуждыне в Лондоне, ну, примерно через два года после моей встречи, он ушел из жизни. На тот момент, на тот момент, когда я с ним познакомился, я могу сказать, при каких обстоятельствах. Это была выставка в доме художника под названием Non-Fiction. Скоро предстоит очередная несоподобная цикла от 27 ноября. Господа, не упустите. Это то место, которое весьма достойно, чтобы его посетить. Тот проект, который ввел Илья Валерьевич Корминцев, назывался проект «Ультракультура». Я не очень понимал, как уже в рыночные времена, как может выглядеть проект «Ультракультура». Он мне показал, он показал так. Я, к величайшему сожалению, этот проект вынужден был расценить, как проект не самый творческий, не самый удачный. Илья Валерьевич, к величайшему сожалению, скоро не стало. Сейчас я буду хвастаться в своей рыцарской серии. Тема рыцарской серии – это реконструкция истории человечества без опор на писемные источники. То есть модальная задача. То, что писемные источники мне верили, я думаю, все об этом прекрасно поняли. Андрей Георгиевич, вы этого поняли, что писемные источники не верят, правда? Естественно. Да. Вот Андрей Георгиевич – это мой давний коллега по цеху альтернативистов. Может быть, Андрей Георгиевич, может быть, где-то примерно через годик-полтора-два меня пробьет на очень крутое. Он автор серии «Новая история. Оружие». Серия очень хорошая, очень толковая. Он пользуется неформальной популярностью в неформальном авторитетном кругах всех российских искателей истины, искателей правды. На этом почве мы с ним погружились и, может быть, годика через два дня. Но мы расходимся на том, что я-то вообще хорошо эти триста лет фиксированной истории отпускаю человечество. Ну, это хорошо, потому что триста лет фиксированной истории, но просто понимаете, в чём дело, если бы не массовые актовые архивы, я бы с вами согласился. А так они даже очень соблазнительно. Город Лука, город Венеция, город Флоренция, они меня соблазняют, город Верона, чтобы я взял туда съезду. Европа чуть раньше. Стоп, Европа чуть раньше, простите. Я о России вообще не говорю, простите. Но, к величайшему сожалению, Владислав Тадеучич поставил себе планку на мировом уровне. Ну, так всё. Пытается взять на мировом уровне в порядке продолжения хвастовства. В порядке продолжения хвастовства, как только, так и сразу, я вот это вот переведу на английский и немецкий. Буду пытаться в Англии, в Германии в том или ингидии издать. Может быть, я буду пытаться всё издать просто об обиде обыкновенной флешбук книги. Или, как-то лучше сказать, планшет книги. География и диорекция. Значит, я сейчас буду просто читать слайд на слайд, с отдельными комментариями. Учитывая то, что все немножечко устали. Вот, естественно, из источников объявления можно перевести мало. Но среди поставок модельных задач, реконструкции истории, где запоры уже на все основном, письменные источники. Многоточек. Запоры, лично физика и технические данные. Вопросы как эффективности и границы применения методов. Совершенно очевидная верхняя граница применимости методов. Совершенно очевидно. Это появление массовых, массивых, достоверных источников. Когда мы уже избавлены от необходимости что-либо моделировать на физико-деографическом уровне. И просто берем, не читаем былัщику. Че пытаемся расс進 Kind �'s учитель. События при этом хочется рассмотреть. События о том, как enhances profits. по времени трансморцев, по времени других средств, но их можно поменять местами по времени других средств, по времени первых межрегиональных тревых лесов, первые межрегиональные военные походы. Из альтернативистов российских я здесь выложу упомянуть очень неплохого методиста, очень неплохого философа-материалиста диалекции Георгия Михайловича Герасимова я очень хотел бы вытянуть на эту лекцию. Он аж на 10 лет до меня заканчивал в Кресе, он заканчивал в факультет радиотехники и кибернетики. К величайшему сожалению, с человеком не очень легко разговаривать творчески, очень даже не легко. Естественно, он часто фигурирует, в его работе теоретическая история. В принципе, когда я проводил ряд своих достижений, я частично опирался на его метод. Ну, что метод? Реально основывали деятельность событий, на основании физико-географических данных и сравнение событий на порядке с традиционной историей. Таковы события, развитие на эксплуатиции, дорогого рейса военных походов. Принцип, максимальный вероятный принцип. Каждое из этих предприятий максимальная вероятная польза предприятий. Если никто не видит вероятной пользы от того, что ты на своей лодочке уплывешь за тысячи километров, тебя абсолютно никто не выделит ломаного гроша, не выделит никаких ресурсов. Абсолютно должен быть человеком авторитетным, тоже человеком вхожим, знающим. Молодой человек, я очень приятно. Проходите, мы будем очень рады вас видеть. Нет, там уборщица, наверное, она прорывается в огранице. А, уборщица. А, у нас еще много времени на нашем распоряжении? Я просто в роли опоздавшего. Нет, подождите. Так, значит, я здесь в порядке иллюстративности. Все начиналось с черной патологии. Черная патология начинается с горной Австрии, в окрестностях, что облегает эту территорию на роль истока волнных различных процессов. Я не поленился воспроизвести территорию Австрии, даже с обозначением Штирий, я не посвестялся воспроизвести карту этой области, все, столицы города Бракции. Вот так выглядит гора Эрнцберг, и вот так различные генералы. Это тот материал, который скорее для миссисы, для горной академии, чем для фестиха, Козелево-роженцев Австрии, коврожденный переверший уровень Зонгия. Они могут создать оружие транспортной социальной производящей. Тем самым, это место вращает своего рода источник ресурсов, или, говоря в общем случае, источник энергии. Далее эта энергия в том виде приходного распоряжения и начинается своего рода соревнование и оптимальное использование. А развитие цивилизации начинает начаться развитием законов и теории развивающихся систем. Близко-гриочистую Горейскую морю предупределяют быстрое формирование Венеции и Генуи, там поднейших центров в рекламе цивилизации. Ну, если вы помните карту Европы, то от Штири до Венеции и Генуи, там расстояние совсем небольшое. То есть, с горочи спустился и достиг атриотического либо регулирического прибережья. Команда в различных направлениях и в различных ситуациях подчиняется закон максимально эффективного обратно-четного. Вот, пожалуйста. Модель нестольких команд начата для в случае капоташного плавания начата вот здесь и рассмотрим все источники по истории крестовых походов во книге под названием «Рыцарь и Аллады». Все, что касается эпохи великих географических открытий рассмотренного здесь под названием «Рыцарь трех океанов». А в какой Штири? Плохо раз нашел. Штирия где? Штирия в Австрии. Нет, это я как ни страну знаю. В какой книге? В книге в основном здесь. Вот здесь более фундаментально, а здесь более конспективно. потому что Штирия это серьезный стратегический пункт, где остались первые добывать олово. Ну там еще железную руду начали. Олово определяет сроки возникновения бронзов, безделья. Олова я согласен. Здесь начинается дискуссия металлургии. Я сейчас буду говорить, что идеальные руды это те руды, которые содержат и медь, и олово одновременно. Оказывается, такие люди руды в истории металлургии есть. Дорогие, мне очень неловко. Мы не в Миссисия, не в Горный Ападемию на Фестихе. Давайте всю геологию отложим. Вы не против, господа? Мы всю геологию отложим. Конкуренция между сухопутными и на Фестихе в принципе на Фестихе более хороша системно-логика крупными мостами. Конкуренция между сухопутными мостами путем перевозки товаров были, тем образом, что мостские пути были значительно более приоритетны соображения безопасности. Желание освоить максимальный пресс водоем порождает интерес к водам Киевого океана в Суэцком перешивке. Клиниться между личной командой и первой историей человечества войны за стратегически такового пути. И реальная история Хрестового похода отражается как и садмиетой. Ровно та крепость, которая находится в северной части Суэцкого перешивка. Ровно. То есть все поняли, что если ты идешь по суху, то, соответственно, это очень много проблем. Легче перевозить. Первое соответствие между реконструкционной моделью и отражением событий традиционной истории. Реальная история супоплотного усвоения Азии, так иначе вопрос от откладывания путей до Индии. Он вспомнит, к примеру, о походах Александра Македонского 344-34 344-34 Наепла традиционной истории облака регионов на основании 1442-1452 годах. В его спутни на гипецах везде ставящие пустынь. Отражение Он умеет быстро скакать, в отличие от всех остальных предков, он умеет вести себя покорно, что у него неоспоримое достоинство. Единственное, что его нужно регулярно подковать, для того, чтобы его регулярно подковать, нужны и гвозди, и подковы. Если у вас нет гвоздей и подков, то их нужно ставить. Именно поэтому после того, как пешком туда-сюда в Индию сходили, там в обязательном порядке, решили собрать и решили как-то путь, освоить, освоить и точно освоить. Вот это примерно то, на чем заканчиваются рыцари Аллады, то есть Александр Македонский приставил походы. Вот, пожалуйста, в целом я хочу почерпнуть, что... То есть Александр Македонский, это когда? Александр Македонский, я считаю, что фильм Фалогема об Александре Македонского, это является отражением всех потуг европейцев застолбить на государственном уровне, застолбить на уровне необходимой надежности в эксплуатации путь от Европы до Индии. Это когда? Это когда? 1432-1452 годы. Как у меня получилось? Не под каким, не под каким, потому что это обобщенный персонаж, поскольку это обобщенный персонаж, то путешествовало большое количество безымянных путешественников, которые, ну, представлялись, что они люди от большого количества, от великого защитника народа, от Александра Сина, от Реческого. Они могли бедокурить как угодно, те же самые венецианцы могли бедокурить как угодно, они оставили после себя такую, в общем-то, очень крутую репутацию, что были вынуждены, вынуждены ряд своих злодеяний переносить на очень древние времена и маскироваться под фенекийцы. То же самое, соответственно, видимо, при прокладывании путей из Европы в Индию ряд европейцев вели себя таким образом, что они были вынуждены маскироваться под людей Александра Македонского, все то же самое, переносить это все в глубокую древность. То есть, в любом случае, когда у отдельных ленописцев возникали такие идеи, особых возражений не было. По крайней мере, сказки о великих походах древности воспринимались на ура, то, что они были когда-то жестокими, тоже воспринимались на ура. Главное, чтобы мы не пострадали. Принцип максимальной небезопасности собственной депутации. Вот, пожалуйста, Виталий Ирландов. История Христов-Походов в виде обрывочных сведений в 1620-й год же от Бангарс, обрывочные сведения без цельного компилятора. Это книжка Ракопандарса. Можете ее почитать, кто интересуется и является таким крутым фанатом. Эта книга, она есть в музее книги в Москве, в которой при Ленинской библиотеке достаточно подняться на пятый этаж, быть записан в Ленинскую библиотеку, то есть бывшую Ленинскую библиотеку, не на Российской государственной библиотеке. Я ее держал, там, действительно, сборных обрывочных рассказов. Вариант А, вариант Б, так сказать, в интернете, В. В реконструкции Христовых Походов в подъеме сомнений суда 14 века показаны некие следы использования восьмилищной системы. Очень хитрые формулы пересчета получались. Очень хитрые формулы пересчета получались. Получалось все более-менее достоверно от 1300 года. Все массовые, шумные, эпатажно выглядящие походы, где присутствуют большие толпы народа, они были отнесены до 1600 года. Я хочу добавить докладчиков. Вот пока в Штири не начали разработать рельсию Кассатерит, разговор про античную бронзу, металлургию, можно просто забыть. То есть мы начинаем развитие вот этого Средиземного моря только с момента Штири, собственно говоря. Хорошо. В каком году по вашей реконструкции Крестоносца брали? Штири – стратегическое место. Крестоносца, скорее всего, в Константинополе вообще не брали. Переход Константинополя из рук в руки произошел в 1453 году. А могло в народе? Там генуэссы проиграли, а венецианцы выиграли. А генезуэссы проиграли, почему, что внимание генуэссов к восточным рынкам, а резко. Потому что считается, что его сперва брали латинами, а потом его освобождали полевой. Я тут хотел самый интересный кадр, наличие коррупционной схемы прекрасно. Господа, как здесь, в книжечке, самый пикантный момент в книжке, который попытался описать одну коррупционную схему, которая имела место в заявательном походе, я, в двух слов, объяснюю, наличие коррупционной схемы приводил в очень интересный эффект. Одна из простейших – получение средств на экспедицию, катаклизм, и просто злономеренное решение. Снижаются кроме оглашения, распускаются слухи о нем, средства прячутся, обмениваются на какие-то местные богатства, занимаются тренируются в совместную национальность для работы с этими товарами. Глады, когда из первых стран встянутся в такие схемы. Все выглядит очень просто. Допустим, где-то в районе Венеции вы берете какие-то коллективные средства на экспедиции. Вы понимаете, что вообще-то вы должны плыть куда-то далеко-далеко, на Ближний Восток, но плыть на Ближний Восток далеко-далеко-далеко далеко, вам леет. Но он же ближний вообще, почему-то, ну леет. Или просто, допустим, не хватает умений, или, допустим, не хватает умений, как мореплатики. Вы доплываете, к примеру, до Афины, или до Соловники, или какого-то другого, или хотя бы до Апанеса, или хотя бы до Крита, или другого. Вы говорите, ребята, вот у меня богатство, мне оно абсолютно не интересует. Меня всегда то же самое, как мореплатики, не интересует. Меня все считают уже пропавщим. Меня на моей исторической родине никто не любит. Делать с ним что вы хотите. Это как-то, естественно, богатства приходятся. Естественно, какое-то происходит его преобразование, допустим, ну, допустим, шкур с одной стороны в какие-то элементы, допустим, преобразование с другой стороны. И через некоторое время, после того, как все его начинают считать пропавщим, из этой страны, в принципе, вот этот ресурс перекочевал, из вот этой новой страны в, в данном случае, Зеладу, обратно в Европу, обратно в Венецию, прибывает то же самое судно с прекрасной страной, нагруженной своими же товарами. Но схема коррупциона, то есть, получается, одна очень интересная вещь. Вот этот вот ресурс, то есть, грубо говоря, деньги, если переводить со временами социал, они просто берут, кочуют и перемещаются, и заменяются в Венецию. Вот таким образом. А вот гребная имлата оказалась в роли страны-жертвы, в роли коррупционных схем. Через несколько веков о грехах вся Европа начнёт рассказывать, что они будут, и греки начнут приобретать совершенно ничего. Потом, потом тоже самое Ближний Восток, с семитско-гебральским усилением, потом, конечно, в роли Европы, потом ещё пару-турок национальностей, которые тоже, наверное, там находятся. И вот мы будем делать такие. Ну и точнейший вопрос. Вот мне из похожих примеров приходит на ум, но, не знаю, История вот про называемый крестовый поход детей. Это оно или да? Ну, примерно. Потому что там эта история тоже заканчивалась тем, что тех, кто дошёл до кораблей, перевезли в Африку и там всех пошли. История, значит, к этим инфологемам можно относиться резко по-разному. Мифологемы, они ведь известны отражения определенной формы сознания, в них все инструкции можно строить метро. Так, это вот то, что Африкевская продвисорировала Теперь, что нам надо сказать, это производит шепчерпианский. Это применение той же самой методологии. Это применение той же самой методологии и то же по хирургии географических открытий. Мы сразу видим оглушки, который сделал мой гравитменный брат. Попытка применения интрохивых инструкций шла для напорной кишино-насточки для по хирургии географических открытий. Рассмотрим следующее плавание по физике гео-аргушеской океана по началу 15-го и конца 16-го столетия. Следующее плавание – Колома, Магелана, Миндайна, Дрекна, интрига 1-й полисочередной планки и Тихого, Возможного, Идийского океана. Особое место занимает проблематика в поиске стартового пистолета и ответа кофе. Продолжайте ему усвоение всех путей за пряностями. Первое плавание по угадке. Модельная задача – переместность с одинаковыми физикой гео-аргушеской условий и одинаковым темпом развития цивилизации. Два селени, между которыми четверто вопросов – кто придет в другое селение раньше? Или верхнее селение или нижнее? Ответ – верхнего, пока стонтанного течения работает на него. Я думаю, с этим особого возражения нет. То есть, еще раз, значит, очень простая модельная задача перед тем, как мы приступим к следующему слайду, где начнутся некие вариации на африканские темы. Вот у нас есть две местности. Местность А, местность Б. Примерно они знают физикой гео-аргушеской условий. Известно, что там потекает некая река. Вот сюда вот. Вопрос – кто кого раньше достигнется? Вот допустим, во всякого рода спонтанных потуках исследования, спонтанных географических таких рельсах, которые человечеству необходимы, поскольку человеку нужно познание, человеку нужно знание о земле как одно из средств и желание человечество испытывает к этому желанию. Вопрос – кто куда первым предполагает? Ответ – на руку жителям селения А работает такой фактор, как спонтанность. Они могут, ну простите, преодолевая глобальный облом, общее недомогание, недостаток чего-то другого, столкнуть простейшую площадь, и столкнуть простейшую площадь, просто взять и это будет вселенной. Все. Им не нужно брать каких-то ресурсов и так далее, и так далее. Именно поэтому. Были это абсолютно банально, но, по-моему, на сегодняшний момент здесь это не будет. Это, соответственно, простейший вопрос в зообласти геометики, в зообласти физики. Простейший вопрос в зообласти разности потенциалов. Здесь мы внимательно смотрим на каждое ощущение вокруг Афиги. Значит, здесь мы имеем относительно спокойно Красный город. Здесь мы имеем, дальше мы имеем Сомалийское побережье. Как правило, как правило, рисуется, что вдоль Сомалийского побережья доминирующими течениями является течение северо-восточное. С одной маленьким примечанием. Как известно, вся зона Тихого океана, у Сомали с одной стороны до Индии с другой стороны, у нас знаменитая так называемая мусонная. Индийская. О, простите, индийская. Она знаменитая мусонная. Часто такое мусонная. Мусонная – это ветра, которая часть года дует в одну сторону, часть года они дуют в другую сторону. Чем они помогают всем мореплавателям? Они мореплавателям помогают тем, что они могут легко, благодаря своим ветрам, спланировать маршруты своих плавок. Причем помогают очень сильно. И когда кто-то попадает в это вот побережье, он понимает, что если в своем распоряжении есть парус, ты, ставя на этот парус, можешь легко уплыть далеко, 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 далеко. И потом, дождавшись определенного количества времени, ты можешь, как на трамвае, дождавшись обетров в противоположном направлении, поплыть обратно. Резко облегчение всей задачи мореплавной, в отличие от атлантических, тех атлантических моментов, где мы имеем регулярную ливийскую пробку. Практически непреодолеваемую. То есть, если идет совершенно банальная задача исследования местности, то, на взгляд, исследования местности, можно легко попасть в утечение. И плыть в утечение, можно будет далеко, далеко, далеко. Мы видим, что 70% побережья Африки установлены таким образом, что можно легко попасть в течение и плыть вдоль часовой стрелки, вылазить. Если появятся какие-то бисмельчаки, которые далеко, 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 далеко возьмут у себя тварь, то, скорее всего, они будут в Африке, чтобы плыть именно через Индийский океан, а не через Атлантический океан. И, как я показываю, частично у меня был быцеревый океан, частично очень развернутый показывал быцеревый океан, очень развернутый. И именно это событие, которое потом было резко, оно было потрясающе, оно было сенсационно, оно было шокирующе. В общем, шокирующе до такой степени, что его мгновенно удревнили, что мгновенно участников этого плавния обозбали то ли богами, то ли вообще сумасшедшие людьми. Такое силы имело место где-то примерно в начале 15 века. И оно было первым событием, которое послужило быстрым в своем роде для стартового пистолета. Все поняли, что Африка – это дело преодолеваемого. И Диокликан, Генрих Мореплаватель, Бердоломио Диаш, не разумеется, в астрогаме, они плыли не просто там. Они решали задачу с заранее известным результатом. Они уже имели хотя бы черновые карты местности. Они, простите, плыли не по 100% неизвеливыми местами. Абсолютно. Если мы вспомним, что на тот момент это происходило не где, это происходило Португалию. В Португалию, как известно, власть принадлежала авистскому рыцарскому ордену. Это была строго засекреченная структура. Она была действительно передовой. Они действительно пытались как-то позиционировать себя как передовые носители географических знаний. Они поняли, что главное, если мы хотим решать какую-то задачу, то задача оптимальных путей поставки преимущества с той же самой линией. Путем огибания аркутов Африки. Эта задача решаема. Но мы будем плыть не на Абу, мы будем плыть заранее известным. По хотя бы контурам Черчинга заранее известным картинкам. Вот это вот возникла первая интрига. Ну и все остальное это... Да, все остальное это, соответственно, было, как говорится, делаем интрига, делаем технику. То есть, серьезная проблема была перейти на пробку. Очень серьезная. Как ее преодолеть? Ну, сходу ее преодолеть не удавалось. Было мощнейшее контратечение. Хоть как-то удалось преодолеть. Причем Керлокер, да. Будет свернуться на слайд назад и показать, как это делается. А, да, есть как-то. Так. Слайд назад, может... Вот, пожалуйста. Мощнейший контратечение, вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я абсолютно не просто шелкнул. Куда? С юга на север? Оно вот здесь вот. Венеевская галерея. Ровно там, где показывается. С юга на север? Да. С юга на север. То есть, оно уменьшает португальцам и уменьшает тем же египтям, которые кто хочет отмечать. Египта, она тогда тоже помогла. Но уменьшала египтянам. Она уменьшала португальцам, что существует. Венеевская пробка была железная отговорка. Достаточно быстро был найден путь до острова Зеленого мыса. Вот здесь вот острова Зеленого мыса. Чуть-чуть проезжайте северно. Я показываю пальцем. В районе от 10 до 15 градусов. Решите, я вашу систему добавлю. Давай, добавляйте. Значит, смотрите, если кому это поможет. Единственное, что позволяло где-то против как-то относительно ветра плавать, а вообще заниматься лавировкой, когда кто-то неизвестный создал гиг, куда крепилась нижняя шкатолина паруса. Вот это хреновое, ну, знаете, яхты, когда плавают, ну, по типу Бермудский шлюк называется. Вот это позволяет даже идти под крутой Байдевит. До этого, где-то до 17-го, бесполезно. То есть только вот эти течения, только муссон вот эти дурацкие дебасады. Так что здесь действительно так и есть. Поэтому португальцы первые стали применять вот этот вот гиг и стали хоть более-менее плавать. Ну, так Португалия, она и есть в Португалии. Ну, это и связано с металлургией, опять обработка дерева, то есть, грубо говоря, ткань эта. То есть, он приходит к какому станку уже совершенно на таком. Целую историю. Ну, значит, так, теперь продолжим. Ну, старт, Ильич, давайте вот понемножку завершиться. Завершалась прекрасно. Значит, я последнее чем завершаю. Значит, выход в тихий океан, ой, простите, а выход в открытый океан, я очень подробно здесь пишу, что в средние века, рано с выходом в открытый космоса было стоило очень дорого. Это было не очень быстро. Значит, вот схематическое, схематический то, как я описываю первое модельное плавание по открытию Америки вдоль тихого океана. Почему они выглядят таким опытом и не иначе. Вот. Они и их объединение в маршрутном плане Коммунга, значит, ображение в маршрутном плане Магелана, основание структурами архитектуры сельского по его плану. Георетическая основа, теория мотивизма. То есть, я последнее предложение сейчас произношу. Это очень нахваст, то есть то, что, соответственно, представляет содержание рекламных листовок по этой теме для краски. Если источник выглядит таким образом, что он содержит заведомую мифологему, и при этом он выдается за источник абсолютно достоверным, то, значит, к этому источнику нельзя относиться как к источнику заведенную. А источники нарративные по плаванию Магелана, Дмитрий Кузьмин и отчеты Элькана, Селосян и Элькана, они содержат эту информацию. Все, Михаил Ильич, на этом большое спасибо. Какую информацию они содержат? Они содержат непереваренный мифологен. Например, об антифонах, об очень больших людях. Они содержат некие сказки, элементы. Они содержат очень высокие темпы пересечения Тихого океана и так далее. Они не содержат описание сторонов, они не содержат описание их характерных достопримечательностей. То есть там составители этих источников, они портололиус покупали. Проблема долгота, проблема тяжелая. Значит, проблема, значит, в моем мнении, был вовсе не Магелан. Кто был? Был, по моей точки зрения, первым, кто пересекл Тихий океан, был все-таки, наверное, у данного все-таки близко. Он все-таки разобрался с проблемой измерения широт и долгов. Широты, как известно, меряются относительно с удовлетворительной точностью Маломальской легко. Достаточно посмотреть, на южный крест нужно по левому шарию, или на полярную звезду северному полушарию. Что касается, что касается измерения долгот, здесь вариация на резкие темы, что ты не умеешь мерить время, и не умеешь измерить долготу. Популярная модель, а именно модель большого купола и маленького шарика внутри купола, из большого купола большие-большие светильники светят вовнутрь, а маленький шарик вокруг не вращается. Это популярная очень-то модель купола и маленького шарика, благодаря которой строились все рассуждения о долготах в средние века. И как-то реально было решено. Это было решено на уровне составления больших текстов. Большие тексты читали различные чтецы, и, в принципе, определенное время, от рассвета до рассвета, фиксировался тот момент, на котором остановились киевные чтецы. И именно таким образом мерился время в суде, потому что, как мерился время в судах, уже можно было составить представление о долготе. То есть, когда епископ Куртонета организовал, во-первых, тексты Библии, архитекты исчезла в этой Библии, то, соответственно, стало более-менее легко, и хоть как-то можно было ориентироваться на долготах. Как я пишу, у Колумба были просто провальные, просто провальные представления о заботах на Океанах, и, соответственно, первыми рекламдиями просто провально ошибались в измерении широты Атлантического Океана. Просто провально. Ну, он и думал, что достиг Индии. Что? Колумба думал, что достиг Индии. Это большая ошибка, подолгатель. Да, ну, был мифологический персонаж, достиг Индии. Всё. Так, на этом я завершал. И, конечно, большое спасибо. Ну, давайте поблагодарим докладчика. Ну, поскольку время позднее, давайте тогда так, что оставшиеся вопросы перенесём в кулары. Спасибо.